Жарные пытаются сейчас не допустить дальнейшего распространения огня в тушении задействованы 53 человека и 15 единиц техники. МИД России выразил обеспокоенность планами США и Канады поставлять оружие Киеву. Об этом заявил замглавы ведомства Григорь Карасин. По его словам, США и Канада втягиваются во внутриукраинский конфликт, разжигая его. Мало кто задумывается о последствиях таких действий, подчеркнул дипломат. Нет гарантии, что летальное оружие, переданное Киеву, не попадет в руки террористов на Ближнем Востоке. Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые разрешено продавать оружие. Агентство Ассашетт Пресс сообщило, что администрация Дональда Трампа одобрила план по отправке Киеву летального оружия. Число невыездных должников перед Новым годом в России сократилось на 200 тысяч. В настоящий момент покинуть страну не может примерно 1 миллион 700 тысяч человек. Общая сумма их долгов составляет 1 триллион рублей, сообщили Федеральные службы судебных приставов. Уникальный альбом с подлинными фотографиями царской семьи вернули в Крым долгие годы. Он считался утерянным и благодаря фонду возрождения нации его удалось найти и выкупить в Большом альбоме 22 семейные фотографии членов российского императорского и английского дворов. В России назвали главные слова этого года. Как сообщается на интернет-портале «Год литературы», в рейтинге лидирует слово «реновация». На втором месте списка оказался «биткоин», а на третьем «хайп». В рейтинг также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство». Кроме того, эксперты выбрали 15 авторских неологизмов. В этом списке лидируют слова «домогант», «гопполитика» и «зламенитый». Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Санпаоли попал в скандал. Как сообщают СМИ, специалисты остановила полиция, когда он ехал со свадьбой своей дочери. Предположительно, Санпаоли находился в состоянии алкогольного опьянения. Видео его задержания уже опубликовано в соцсетях. Заметно пошатывающегося Санпаоли полицейские задержали, он вступил с ними в перепалку. Когда 57-летнего тренера уводили, он пытался оказать полиции сопротивление. Другие подробности инцидента пока неизвестны. Россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. Такое решение приняли после дисквалификации победительницы из Китая. Награду передадут на заседании с полкома Федерации тяжелой атлетики. Сливенко заняла второе место на Олимпиаде в Пекине. На первой россиянка поднялась после проверки допинг-проп Лю Чуньхун, которые оказались положительными. В итоге результат китайской спортсменки был аннулирован за нарушение антидопинговых правил. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. И о погоде в Москве сейчас минус 3 градуса. Идет снег, ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое 735 миллиметров ртутного столба. По данным синоптиков, сегодня днем в Москве будет облачно. Ожидается снег, переходящий в дождь. Ветер порывистый до 17 метров в секунду. Максимально воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы. Теплая погода продержится в столице до конца декабря. Партнер проекта ООО «Субару Мотор». Звезда биатлона. Заснеженные горы Австрии. Лучшие биатлонисты мира. «Субару Форестер» отправляется болеть за наших. Скорость, точность движений, уверенность в победе. Постоянный полный привод и клиренс 22 сантиметра. «Субару Форестер». Создан инженерами. «Сто процентов утро» на «Спорт.ТВ». Анонсировали этот разговор. И он сейчас состоится у нас в гостях. В гостевом часе. Руководитель департамента по работе с дилерами компании «Субару» Виктор Иванов. И ведущий программы «Спорный момент» Денис Косинов. Поговорим о той самой замечательной поездке в Хохфильдсен на этап биатлонного кубка мира «Субару Форестер», «Субару Аутбек». Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Денис. Привет. Доброе утро. Как это было? Насколько по-прежнему это же все в декабре случилось, декабрь заканчивается, то есть пару недель прошло, да, уже как вернулись? Да, совершенно верно. Какие вот сейчас эмоции по сравнению с тем, что было? Насколько все это живо еще в памяти? Яркие эмоции, естественно, понятно, что зима, Альпы, как машины себя проявили. Давайте об этом поговорим. Знаешь, явно не такие, как у тебя. Определенная задумчивость в твоем голосе звучит. Я прям боюсь предположить, неужели завистливая? Ну, обида, злоба и желчь. И желчь сейчас в моем организме, потому что, почему не я? Почему не я, естественно? Хотелось бы, конечно, тоже сидеть за рулем «Субару», но вот доверили это Денису, да. Ну, если тебе легче будет, то за рулем «Субару» лично я провел из этих пяти с половиной тысяч километров, дай бог, 150. Гораздо хуже стало даже, потому что на заднем сидении с комфортом максимальным. Поставлял ежедневные материалы для эфира нашей радиостанции. И на сайте все можно наблюдать, да, и отчеты, дневник. Прорабатывал темы включений, в том числе и в утренний эфир нашей радиостанции. Было дело, да. Можете посмотреть все это, изучить. Много фоток, да, было здорово. Поездка началась, давайте с самого начала. Все-таки это все стартовало же в Москве, да? Да, собственно, не пошло. Маршрут какой был? Радио «Спорт-ФМ» и понеслась. Отсюда? Пять утра. Фохфильдсен. Да, упаковывание багажа. Витя, за руль, я не помню, ты на первом этапе этой вашей эстафеты с шеф-редактором нашего сайта Сергеем Бреговским, ты за рулем был или Сережа? Не, начал Сергей, я подхватил этап через 200 километров. Ну, небольшой такой этап, сами понимаете, подумаешь, жалкие 200 километров. Собственно, выехали так рано по понятным причинам. Во-первых, для того, чтобы за первый день пройти как можно больше и иметь запас времени перед белорусско-польской границей. Во-вторых, чтобы выскочить из Москвы до пробок. Так что рассвет мы встречали в пути. Ребят, дайте вот совет. Я, честно говоря, дальше, чем на дачу, ни разу не выезжал. Я ездил тоже по Европе, там, в командировках, это одно. Но вот если поехать из Москвы в Европу, что для этого в первую очередь нужно? Как вы багаж собирали? Что с собой брали, например? Вот это Квитти, он куда более опытный автопутешественник по Европам и вообще бывший биатлонист. Так что много километров, сотен и тысяч на машине для него уже многолетняя привычка. Что-то, может быть, не предусмотрели, да. Ну, надо начать, конечно же, это с автомобиля, с подготовки автомобиля. Если автомобиль качественный, то, в принципе, как бы, путь он не страшен. Будь то тысячи километров или пять тысяч километров, как мы преодолели. Вот. Багаж, да, мы собирали здесь, у радиостанции, все необходимое. Это, как говорится, вещи, зубная щетка. Вот. Флешки с музыкой, с качественной. Еда какая-то была. Блинтвейн. Это, само собой, но тоже в Европе. А было ли что-то, что забыли, и потом в поездке жалели, что не взяли? Нет, нет. Ну, почему? Субару не забыли? Субару-то как раз взяли. Я вот тут, например, умудрился забыть диктофон. И, предвидя интервью с тем же Шипулиным, я думал вообще, что мне придется это устройство в Европе покупать. Но как-то вот обошлось телефоном, современное устройство вполне качественно пишут звук. Я думаю, те, кто слушали интервью с Антоном в эфире нашей станции и не подумали, что это записано без использования профессиональной аппаратуры. Как машина себя вела на трассе? Какие-то приключения, эксперименты? Вы ехали задом наперед, слева направо, справа налево? Я считаю, что нам вообще очень повезло. Весь путь проходил, ну, во-первых, по живописным местам. Это понятно. А вот просто за рулем-то ты сидел там, все хорошо было у людей? Да, было все замечательно. Мы как раз, да, прочувствовали все стихии, которые, возможно, были. Это и снег, это и мокрый снег, это и слякоть, это и хорошая погода, это и сильный дождь. И лето уже было. И лето, да, совершенно верно, европейская зима. В Австрии там уже, да. Да, вот. И боковой сильный ветер. Поэтому, благодаря, что у нас действительно были качественные автомобили, это Outback, это универсал повышенной проходимости, и Forester, кроссовер, они на 100% справились. А вот на зимней резине сразу поехали, да? Совершенно верно, да. А вот ше-треугольнички на заднем сидении было? Ше было, да, ну, потому что изначально автомобиль был на шипованный. Сейчас же БДД еще не очень понравился. Совершенно верно, да. Но в Европе к этому не цепляются. Они не понимают, что это такое просто. Нет, более того, в Европе, как вы знаете, во многих странах запрещена шипованная резина, которая вредит дорогам. Так что пришлось даже переобуваться перед поездкой. Да, мы подготовились. Те машины были не шипованные. По-по-по времени, то есть, получается, вот люди, которые нас слушают и, может быть, заинтересованы в поездках в Европу, в каких-то приключениях, в том числе, может быть, в новогодних. Сколько времени заняло, насколько это все было комфортно в плане езды? То есть, где-то гнали, по графику выпадали, или, наоборот, достаточно все это... Да ты знаешь, говорят, колены выпадали из графика постоянно. Постоянно, да? Ну, потому что... Журналисты, они такие, да. Ну, хочется там остановиться, пофотографировать, посмотреть, сам, поесть в конце-то концов. Два раза вместо одного раза, да. Почему так? Ну, как бы, может быть, еще раз. Три-четыре. Вкусить этой... А вот это еще не взяли, да. Да, вот такое, ой, смотри, да, как это... Я уж не говорю о том, что прохождение белорусско-польской границы было, ну, совсем выбивающим из графика мероприятием. Затянулось, да? А как вы спали? Валетом, валетом. Ты знаешь, что... Крепко, спокойно, без особенных сновидений. Снимали себе гостиницы или в машине там где-то чуть-чуть перекорнули? Ну, любопытно тоже узнать. Нет, в машинах мы не спали. Единственное, что, когда уставали водители, они могли сесть на заднее сиденье и там комфортно отдохнуть. Вот. А так вообще маршрут был очень хорошо продуман. Скажем так, вот, координатором нашей группы являлась Элина, если я не ошибаюсь. Давайте похлопаем Алине, да. Элина! Да, поприветствуем и передаем ей привет. Если бы не ты, ничего бы не было. Совершенно верно. Вот. Гостиницы все были продуманы. Заранее забронированы. То есть мы выезжали от гостиницы до гостиницы. Ну, соответственно, с перерывами на заправке чай-кофе. Ну, вот не все на обратном пути мы вынуждены были слегка маршрут перестроить. И как раз тогда у нас было включение в утренний эфир из города, из польского городишка с чудным названием Лохов. Отель, в котором мы жили, назывался Дворец Лохов. По-моему, это было прикольно, в особенности имея в виду то, что сам по себе отель был вот совсем не для такой категории граждан. Это бывшее дворянское поместье, главный дом которого, собственно, превращен в ресторан и банкетный зал, службы в жилые корпуса на территории парк, пруд, островок поэтов и литераторов с резными деревянными фигурками выдающихся польских писателей. Так что вот эта непродуманность, она, пожалуй, нам даже понравилась. Это спасибо Денису. Денис выбрал и угадал. В этот же день еще была гробница Сизигмунда, насколько я понимаю. По крайней мере, так записано у вас. У меня вопрос по поводу еды, раз уж мы заговорили о том, что вы там ели много. Вот насколько машина оборудована для того, чтобы взять продукты питания с собой. Там холодильник. Конечно, еще плита, духовка, все в комплекте. Джакузи. Нет, я серьезно спрашиваю. Скажем так, зимой, я думаю, что холодильники брать не стоит. У нас был сверху багажник. Если где-то какие-то продукты можно было везти, то можно было везти и в багажнике, дабы была минусовая температура. Опять же, в пакете можно за окно. Совершенно верно, да. И девочки этим пользовались. Фильмешки, да, вы выложили. Да, как в студенческие времена. Совершенно верно. А так машина, конечно, укомплектована всеми возможными опциями, подстаканниками, подлокотниками. Те же самые розетки на 12 вольт. А подголовники? Подголовники, совершенно верно. Подголовники, подстаканники и подлокотники. Все, что можно, все сделано. А про город в Польше замечательное название мы поняли, это круто, да. Про устройство машины, да. Факт любопытный, вы на пути, на биатлонном своем пути еще и футбол оценили. Ну, поскольку этап в Хохвильцине проходил с 8 по 10 декабря, а 7 числа локомотив в польском городе Олумоутс проводил заключительный... В чешском. В чешском городе, да, конечно, простите. Матч заключительного тура Лиги Европы против чешского клуба Фастов. Решили и туда заскочить и... Принесли удачу, что это локомотив, у нас что выиграли в итоге? Ну, ты знаешь, сдается мне, что и без нас бы справились, потому что при всем уважении к чешским, к игрокам чешского клуба, уровень, конечно, не тот. Я думаю, когда будет, в том числе, я думаю, что Виктор отчитывается за коммутировку, он напишет, что если бы не мы, локомотив бы не прошел в плей-офф Лиги Европы. Видишь ли, в этом случае придется в отчете написать об отсутствии медалей в течение за 6 гонок у наших биатлонистов. Так что, пожалуй, стоит умолчать о спортивных итогах турне. А вот по поводу футбола, понравилось ли футбольное мероприятие, то есть там болельщики локомотива, если не ошибаюсь, вообще какой-то массовый выезд, да, рекордный в истории лока? Да, действительно, поддержка локомотива была потрясающая, вся фан-трибуна была занята болельщиками локомотива. Хотя морозно было, да? Да, было, да, было холодно, вот, но болельщики, они были подготовлены, все в одинаковой амуниции, с речевками, с плакатами, так что я думаю, что... И это только фан-сектор, который был заполнен, по моим прикидкам, эдак шестьюстами болельщиками, а еще были чуть менее организованные и чуть менее фанатичные зрители, которые... На основной трибуне. Да, просто на другой трибуне как-то так, что называется, равномерно по этой трибуне распределились, так что да, пожалуй, около тысячи болельщиков было. Это был город Злин, да, и... Нет, это был не город Злин, вот это было, это, кстати... Убравшись с города Злин, у меня информация, в город Аламоц, после матча вы еще в Аламоц ехали? Мое упущение. Я как-то так предположил, что если Фастов представляет город Злин, то в этом самом Злине он и играет. Буквально за сутки до матча, мне, наконец, в голову пришло уточнить, на какой арене дело происходит. Тут-то я и понял, что играть они будут километрах в ста от Злина, может быть, чуть меньше, в городе Аламоц. По той причине, что, собственно, Злинский стадион со своей вместительностью 6 тысяч просто не попадает в регламент УЕФА. В Аламоце 12 с половиной, это уже нормально. Вот что, ненормально? Местная Сигма там играет, да. 2-0, Локомотив выиграл в плей-офф Лиги Европы команда Семина. Наши ребята, девчонки, опять же, спасибо Элине, которая запрограммировала эту историю и поездку на футбол, поддержали лидеров чемпионата России, победа. И спасибо вам, без вас бы, я все-таки уверен, настаиваю, этой победы бы не случилось. Дальше у нас все-таки биатлон, Австрия, Хохфильтинг, второй этап Кубка мира. Биатлонная семья переехала из Эстерсунда туда, из Швеции в Австрию, и вы тоже туда приехали. Это вот когда люди, которые не знают, что такое биатлон и смотрят только по телевидению. Это трибуны, это огромное количество народу с шарфиками, флагами, с монетами, с значками и так далее. Это вот ощущение того, что праздник и какая-то тусовка такая закрыта. Или любой приезжает, может там погулять, посмотреть. Знаешь, тусовка настолько не закрыта, в отличие, скажем, от Олимпийских игр или чемпионатов мира. Жесточайшие требования там, да, всякие просмотры, осмотры. Болельщиков без какой бы то ни было аккредитации, а лишь с билетом, конечно, не пускают в те помещения и зоны, которые предназначены для аккредитованных людей. Но вот взаимопроникновение этих самых аккредитованных полное. То есть выход, точнее проход со стадиона в пресс-центр был организован таким образом, что мы миновали пункт проверки оружия. То есть вот так вот со словами, простите, прорезываешь очередь биатлонистов, которые стоят со своими винтовочками. Тут же они переодеваются, в общем, все очень по-простецки. Что же до болельщиков, то вот там-то как раз семья и праздник, все в точности. Виктор, мы узнали ли вы факт, что вы, оказывается, биатлонист? Да, в прошлом. А для вас спортивный старт, когда сами выступали, сейчас посмотреть со стороны на все это, разные эмоции? Конечно, разные эмоции. То есть вот оценить всю эту атмосферу по-другому же, да, смотреть все с трибуны? Конечно, конечно, это обратная сторона медали, вот, и братство. Телевизионная история для биатлонистов, когда мы смотрим биатлон, телевизионная история, кажется, это совсем другое, чем вот на самом деле. Конечно, когда непосредственно находишься на стадионе в качестве болельщика, совсем другой вид. Ты созерцаешь это как изнутри все это дело проходишь. Гонка, болельщики, причем очень дружные. Нет агрессии, никто файер не жгет, не бросает. Совершенно верно, да. Никаких кричалок материн. Подскаживаний там нету. Ничего такого нет. Скажи, а у тебя давнешние рефлексы не срабатывали? Нажимал на курок, когда стреляли, да? Да, вот великий спринтер Валерий Борзов рассказывал, что он научился ходить на соревнования по легкой атлетике после окончания карьеры года только через два. Потому что, когда спринтеры выстраивались на старте, его организм реагировал совершенно рефлекторно. Дальше выстрел. Они-то побежали, а он нет. У тебя, скажем так, ты уже превратился в болельщика полностью? Конечно. Я давно эссимулировался. Есть у нас вопрос, который в WhatsApp прислали. Сейчас Эмма прочитает и задаст этот вопрос нашим сегодняшним гостям. Денис Косинов, ведущий программы «Спорный момент» и глава департамента по работе с дилерами компании «Субару» Виктор Иванов. Мы говорим о замечательной поездке. Команда «Спорт.ФМ» и «Субару» вместе с нашими болельщиками отправились поддержать сборную России, биатлонную нашу команду на этапе Кубка мира в Хохфильдсене в декабре. Как это было, вы можете посмотреть, в том числе, на нашем сайте. Много было интересных моментов, фотографий, рассказов. И сегодня в прямом эфире рассказ об этом для вас. Эмма, что за вопрос? Добрый день, доброе утро. Где комфортнее всего было ехать? В каких странах дороги более современные? И насколько мы отстали от Европы в плане дорог в целом и вообще в автомобильной жизни? Ну, конечно, дороги отличаются. Начиная вот с Польши, в Чехии, Австрии. Очень шикарные автобаны. Кстати, вот мой коллега Денис, он прочувствовал, когда мы возвращались из Чешского города. То есть прям везде, везде, везде? Везде, везде. Нет колейности. И несмотря на дождь, на сильный дождь, парусность, автомобили шли, ну, довольно-таки очень достойно и уверенно. Ощущение, что в Россию вернулись, сразу было, да? То есть как бы, а, вот и наши, вот и наши пошли родные. Я, вообще говоря, вступлюсь за отечественный автодор, потому что, если не иметь в виду грунтовок, расположенных в стороне от главных трасс, то сами по себе эти главные трассы вполне европейского уровня, а местами и превосходят его. Потому что до Бреста мы пролетели с большим комфортом. Но у нас нестабильно все. То есть здесь хорошо, там может быть не очень, а там везде, в принципе, плюс-минус одинаково. Вот же Витя говорит о том, что на самом деле нет. Нет? Да, вот мы ехали из Ломоутсо-Взлин по далеко не идеальной дороге. Вот. Ясно. То есть и там тоже бывает что-нибудь происходит. То есть вот это вот мнение о том, что наши дороги, безусловно, уступают европейским по всем мыслям и параметрам. Вы развенчивы сейчас, да? Да, и много уступают, оно уже несколько устарело. Это потому, что, может быть, Виктор, вы на Субару ехали, поэтому так показалось вам, что все хорошо. Вот если бы ехали на каком-нибудь другом автомобиле, может, не было бы такого замечательного послевкусия. Вопрос приходит от Евгения, пришел уже в WhatsApp. WhatsApp слушатель пишет и спрашивает, доброе утро, мы едем 2 января на двух машинах в Австрию. Какую границу посоветуете проходить в Белоруссии? Ну, вот не Брест, а тот пропускной пункт, который находится приблизительно 50-60 километрами южнее. Ведь ты помнишь название? Я забыл. К сожалению, нет. Ну, откройте карту. То есть не Брест. Да, потому что... Там много машин, да? Да, Брест очень популярный переход, поэтому там всегда скапливается очень много машин. Новогодний праздник, думают, будет вообще там аншлаг. То есть мы южнее-то провели в процессе прохождения границы 4,5 часа. Воображаю, что творилось бы севернее в самом Бресте. Опять же, если не погода, да, если какие-то праздники, то там, я думаю, что прям вообще аншлаг. Какие примерно, спрашивают цены на биатлон, мы 10 января думаем с семьей съездить в Рупольдинг? Все очень разнится. Дело в том, что в Австрии билет можно было купить, по-моему, за 100 евро на все три дня соревнований. Да, совершенно верно, да. Вот, в Рупольдинге, боюсь, будет подороже, потому что баварцы, ну, издавна, скажем так, гордятся своей высокой платежеспособностью. Там, боюсь, придется отдать, может быть, в полтора-два раза больше за билет на все гоночные дни. Но это если с посещением трибуны. Если где-то на трассе стоять, я думаю, что подешевле. Дешевле, да? Но, с другой стороны, на трибуне интереснее, потому что стадион у тебя как на ладони, и ты находишься в очень плотной массе болельщиков, и этой энергетикой пропитываешься. Поэтому не уверен, что стоит экономить. Не знаю, я как раз смотрю трассляцию, мне кажется, вот как интересно постоять где-нибудь там в лесу. В лесу на трассе, да? Где ты один на один со спортсменом практически. Ну, понимаешь, вот стоишь-то в лесу, да, мимо тебя пролетает стая напильников, да, так? Фуркат. Хорошо. Стой, 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 стой. Прекрасно, пять секунд ты наслаждаешься лицезрением фурката, еще пять бюрдарина. Селки успеешь сделать, Саша? Я, конечно. За пять секунд, вот и все. И все. Не зря сойдешься. А дальше ты не в курсе. Через минуту. А потом Ольга Почифарова через две. Ну, видимо, лесной биатлон для интровертов. Может быть. Правда, что в Европе и конкретно в Польше очень вкусно кормят, спрашивают люди? Это правда. Не хотелось, да, обратно возвращаться? Как же в Польше-то хорошо. Хотелось даже с собой еще взять. А чем кормят? Вы уже 20 минут рассказываете, что там вкусно поели, тут вкусно поели, в Польше... Конкретика. Ну и что наливают, собственно говоря, там, глинтвейн или... Александр Новогодний строительник. Он за наливать, я за поесть. Расскажите нам, чтобы прям слюна потекла. В Польше я, благодаря чтению польской литературы, знаю, самое известное местное блюдо это бигас. Это тушеная капуста с разным мясом, которое, собственно говоря, каждый повар выбирает сам по себе. По нашему солянку. Можно говядину, можно свинину, можно колбаски какие-то. Вот я этого бигаса отведал на очередной нашей стоянке. И, по-моему, я был единственный, кто его попробовал. Рискнул? Или почему? Мне просто было любопытно столько читать об этом самом бигасе и ни разу в жизни не попробовать. Попробовал, мне понравилось. Хотя тамошний повар на мой вкус слегка пересолил. В Австрии на самих стартах, как с кормежкой, с питьем, глинтвейн, опять тот же самый. Ты знаешь, поскольку когда-то это была Австро-Венгрия, повсюду торгуют гуляшом. Горячий, густой мясной суп на морозе, это вот самое то. Эмма, я удовлетворил. Твоё кулинарное любопытство. Организовано очень хорошо. Действительно, были закусочные и горячие напитки. И были места, где можно отогреться, скажем так, если зрители мерзли. Но десятилетиями уже, я думаю, схема отработана. Конечно, конечно. Мы вспоминаем славные имена биатлонных трасс, Оберхов, Эстерсон. Я думаю, там уже всё это от и до известно всем и каждому. Спрашивает один из слушателей про Subaru Forester. Подробнее расход топлива какой? Большой? Ну вот мы по трассе ехали, скажем так, очень динамично. У нас средняя скорость была где-то 130-140 км в час. Расход топлива, ну, где-то около 10 литров был. Это норм. Это хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо, это экономично. Это лучше, чем норм, да, получается? А расход глювайна на биатлоне, он, конечно, гораздо выше в пересчёте на килограмм веса живого болельщика. Саша спрашивал о напитках. Ну, конечно же, глювайн наиболее распространённый. Я помню, в третий день, когда уже всё заканчивалось, людям, которые подходили к стойкам, подательницы напитков кричали, что у нас только пунш, только пунш, глювайна нет. На мой вкус, глювайна вкуснее. И тем болельщикам, которые собираются в Рупольдинг, рекомендую. Да, про пиво спрашивают, про глювайна. Да, но напитки, я думаю, что всё с этим хорошо будет в Германии. Опять же, главное, чтобы был способен болельщик, и всё у вас получится. В Рупольдинге уже в январе старты. Биатлон, Субару, Денис Косинов, ведущий спорный момент программы на волне Спорт.ФМ выходит. Вы также всё это прекрасно знаете. Продолжим мы в следующей, второй части эфира. Говорите о том, как наша команда съездила и поддержала сборную России биатлонную в Хохфильцине. Уже конкретно о Хохфильцине. Больше поговорим о том, как это было в Австрии. Для вас 100% утро. Утренний эфир, как всегда, интересный. Надеюсь, вам нравится. Реклама Представьте, что появился восьмой день. День, когда вы управляете Мазерати. День, когда вы в предвкушении приключений скорости. День, когда всё позволено и открыты все дороги. Создайте свой восьмой день сегодня вместе с Леванте, первым внедорожником Мазерати. Ваш Мазерати Леванте от 5 миллионов 300 тысяч рублей. Выберите дилера на сайте Мазерати.ру Зажигательный танцевальный ночной диско-клуб Ленинград поздравляет всех с наступающим Новым Годом и приглашает 31 декабря на новогоднюю вечеринку. Праздничное шоу-программа, ценные призы и подарки, зажигательные песни, танцы до утра и новогоднее меню. Ресторан, караоке, диско-клуб Ленинград. 18+. Абсолют недвижимость представляет. В преддверии Нового Года в городе парке Переделкино-Ближнее случаются настоящие чудеса. Вот это подарки! И скидки на квартиры до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Спешите в офис продаж Абсолют недвижимость. Новогодние подарки и скидки уже ждут вас. 745-55-33. Код города 495. Акция действует с 14 октября по 30 декабря. Условия акции и проектная декларация на сайте переделкино-парк.ру застройщикового арета. Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64. Код Москвы 495. 100 лет в истории спорта на Спорт-ФМ. 1903 год. Голландский врач Уильям Эйтховен изобретает электрокардиограф, за что впоследствии удостоится Нобелевской премии. В Пруссии выпущены первые водительские права. В сердце Сибири появляется город Новониколаевск. Будущий Новосибирск. А в это время. История профессионального спорта в США к началу 20 века насчитывает уже почти три десятилетия. Старейший чемпионат страны это бейсбольная национальная лига. Бизнесмен Бен Джонсон в попытке пробраться на богатый рынок выкупает права на один из небольших турниров и дает ему гордое название Американская лига. Но какая же лига без команды в Большом Яблоке? После долгих тяжб с воротилами нью-йоркского спорта в 1903 году Джонсон получает право привезти в город новое имя. 903 год рождения клуба Хайлендерс который позднее станет известен как Нью-Йорк Янкис. Да-да те самые сплетенные буквы Н и Уай на твоей любимой бейсболке. Служай каждый день истории спорта Новости Страна Мир Спорт 10.30 в Москве В студии Мария Деева Здравствуйте Коротко о главном 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах Дорожные пробки в Москве достигнут рекордных значений и названа предварительная причина крупного ДТП на Славянском бульваре Далее подробности Почти 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах Это информация сервиса Яндекс.Расписание Больше всего 16 рейсов задержаны в Домодедово и 2 отменены В остальных аэропортах отмен нет В столице сейчас местами туман Но связаны ли задержки с погодными явлениями пока неизвестно Тем временем МЧС распространила экстренные сообщения В ближайшее время в Москве ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду Осадки могут привести к ухудшению видимости на дорогах и затруднениям движения транспорта На дорогах могут образоваться заторы аварийные ситуации Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями Дорожные пробки в Москве сегодня достигнут рекордных значений утверждают в Центре Организации Дорожного Движения Столичный трафик осложнит не только снег и традиционно предпраздничный ажиотаж но и перекрытие в Центре Мегаполиса В Москве перекрыли ряд улиц из-за проведения в Кремле общероссийской новогодней елки Движение закрыто на Большом Москворецком астоп площади Васильевский Спуск, Москворецкая улица и Варварки Водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом в течение всего дня Детский праздник общероссийской елки пройдет сегодня в Государственном Кремлевском дворце по приглашению президента на него съехались более 5000 школьников из всех регионов Причиной аварии с автобусом на Славянском бульваре могла стать техническая неисправность в этом уверены коллеги задержанного водителя Они отметили, что 58-летний Виктор Тихонов добрый и уравновешенный человек сообщает ТАСС Сейчас следователи изучают все видеозаписи в том числе и кадры с регистратора который находился в салоне автобуса Водитель сейчас задержан он утверждает, что машина тронулась с места сама и он не смог ее остановить Тем не менее результаты предварительной экспертизы пока полностью опровергают это Специалисты заявляют, что в автобусе установлены три тормозных системы и ни одна из них не была задействована Судебное заседание может состояться уже сегодня Следователи будут ходатайствовать об аресте Виктора Тихонова Платные парковки принесли бюджету Москвы больше 15 миллиардов рублей за пять лет Средства направлены на благоустройство дворов детских и спортивных площадок а также на озеленение Об этом рассказал гендиректор администратора московского парковочного пространства Александр Гривняк По его словам каждый житель города может предложить идеи куда направить деньги от платных парковок Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в 2017 году В 29 матчах за Алания Спорт 33-летний нападающий забил 28 мячей Также на счету форварда 8 голевых передач Бразилис перешел в Алания Спорт перед началом прошлого сезона Вторым в списке бомбардиров идет бывший игрок Махачкалинского Анджи Самуэля Таон на счету которого 19 голов В заключении выпуска официальный курс валют установленный Банком России доллар 58 рублей 20 копеек евро 69 рублей 9 копеек пока это все новости Мария Деева все что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм Теперь о ситуации на дорогах По данным портала Яндекс.Пробки 7 баллов сейчас в Москве из возможных 10 Самая длинная пробка в 15 километров на внутренней стороне МКАД от Ярославского шоссе до шоссе энтузиастов Скорость потока там 20 километров в час время проезда 45 минут Полтора часа потеряете на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до МКАД 1 час на внутренней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Кутузовского проспекта час 20 на Ярославском шоссе проспекте Мира от Олимпийского проспекта до моста окружной железной дороги Продолжаем предновогодние эфиры Сегодня вторник 26 декабря 100% утро и у нас разговор о биатлоне о компании теплой компания Субару он тоже теплая компания но в целом собравшись вместе с представителями Спорт-ФМ наша доблестная команда отследила происходящее на биатлонной трассе в Хохфильцине в декабре все это было совсем недавно сегодня у нас в гостях глава департамента по работе с дилерами компании Субару Виктор Иванов и ведущий программы спорный момент Денис Косинов мы тут конечно все это в красках сейчас изучаем препарируем эту тему замечательную как Субару как Хохфильцин как биатлон нашим гостям как это было мы остановились на Хохфильцине на дружной атмосфере биатлонной семьи к сожалению да выступление наших парней девчонок не очень порадовало но знаем что Денис например пообщался с большущими звездами биатлона Шипулин да мы сегодня вспомнили Бьерн Даллен было интервью ну большое интервью было только с Антоном собственно на него я и нацеливался изначально а Фуркат Бьерн Даллен это были мимолетные удачи мимолетные да такие недолго мы с обоими разговаривали тот же Бьерн Даллен например вот тот в мигзоне что называется под микрофон в процессе официального общения с журналистом на вопрос как он относится к решению МОК которое было оглашено 5 декабря он ответил что не его мол дело он спортсмен он еще не общался со своими руководителями и вообще он за чистый спорт за чистых спортсменов отделался общими фразами но вот когда я приехал к Антону в гостиницу где разместилась наша сборная и только мы понимаете ли вот изготовились к интервью у Каминчика вдруг шедший мимо Бьерн Даллен подошел и уже что называется в приватном порядке выразил Антону свою полную поддержку его даже не смутилось что я вскинул телефон и стал все это снимать он сказал что брат я за тебя круто вот я знаю моя федерация занимает жесткую позицию но это ее дело а так вот на мою личную поддержку ты можешь рассчитывать здорово это великие спортсмены у Лейнер в свои 40 с ГАКом будет участвовать на Олимпиаде Южной Кореи наши парни и девчонки верим в успех российского биатлона продолжаем говорить о том что происходило в декабре в Австрии по поводу болельщиков это же со всей Европы да люди приезжают не только австрийцы не только немцы это вся Европа да совершенно верно кричалки вот как себя трибуны ведут это только на стрельбе когда вот мы смотрим по телевидению это когда попадает спортсмен там спортсменка уууу какой-то выдох да или вот в целом когда шумят когда молчат какая-то есть этика поведения на трибуне конечно когда начиная со старта все начинают поддерживать поддерживать своих скажем так каждую свою команду трещотками специальными дудками то есть все это можно приобрести и у стадиона на стрельбе тишина на стрельбе совершенно верно до выстрела да ну а нет таких наших болельщиков оголтел что кричали там пока фуркат стреляет промахнись промахнись нет такого нет все очень дружелюбно тебя не было поэтому такого не было да нет я понимаю откуда этот вопрос взялся вот во время олимпиады в Сочи лично мне было безумно стыдно во время финиша женской эстафеты едет украинка я не помню кто у них финишировал Петгрушная кажется за ней гонится Вилухин и уже понятно что не догонит ну с трибун неслось падай упади да на украинке но это был первый и последний раз когда я на биатлоне слышал какой-либо негативный выкрик так-то это конечно не принято другой вопрос что хохвильцинский этап только номинально австрийский немцев много да не то что много а подавляющее если не сказать абсолютное большинство то есть вот трибуны плюс вот эти вот лесные угодья столь любезные столь любезные сердцу Александра да они вмещают тысяч двадцать народу так вот пятнадцать из них точно были немцы здорово я знаю что у М вопрос есть о том как в машине в плане интернета да хочешь узнать да потому что Денис уже рассказывал о том что он в пути работал не отдыхал публиковал разные материалы как вообще было с интернетом в дороге потому что сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни все быстро опубликовать написать прокомментировать и так далее есть ли в машине там устройство для интернета вайфай я не знаю куда катится сейчас технологии этот мир куда катится да на субару да и в принципе в отелях европейских ну в машине конечно вайфая нету встроенных роутеров нету мы останавливались на крупных бензоколонках либо у кафе вот Денис действительно он работал по ходу едя в машине что-то писал а потом соответственно вот когда была возможность передать информацию совершенно верно да слушай ну здорово я думаю что пожелаю субару до такой степени развиться чтобы у них было в машине все это прям сразу встроено выходишь и как бы сразу в интернет да ребят хочу спросить насколько я знаю на вас нападали было какое-то происшествие какие-то бандиты какие-то что-то хотели от вас расскажите вот я счастливо проспал весь этот эпизод мне потом мне потом рассказывали уже из этого факта можно сделать вывод что ничего страшного не произошло а вот видите хотя бы виртуально хотя бы виртуально но сражался с негодяями да был эпизод мы как раз пересекли чешско-австрийскую границу вот и был промежуток километров 50 темная довольно таки дорога без бензоколонок без заправок без пунктов питания то есть такой отрезок да совершенно верно и без полиции вот и на этом участке нас действительно преследовали и просили прижаться а вы показали жест да определенный задний да причем на очень приличной скорости то есть у нас скорость потока была где-то 130-140 км в час на этой же скорости нас хотели прижимать и попросить остановиться вот ну у нас автомобили были снабжены рациями поэтому скажем так вот хотел еще одного коллегу нашего отметить это Руслан ваш коллега он как раз был от груди жмет сотку поэтому ему не страшно на самом деле ну хорошо да вся эта история поэтому да вот а он вернулся тоже да как просто невидимый усть есть нет он остался добивать негодяев преследовавших нас на дороге он остался да я так понимаю поэтому да действительно были попытки приезжать нас к обочине вот мы успешно скажем так вот уворачивались успешно прогнолировали да и соответственно как бы дальше продолжали они же не знали что вид тебя атлонист а то бы вовсе не сунуть они знают что Руслан в машине да ну где-то через около километра ну километров 20 они нас примерно преследовали потом они как раз ушли на Вену мы поехали непосредственно в Хокфильдсен может быть они просто дорогу хотели вас просить да либо просто как пройти библиотеку может мы увидим московские номера увидели московские номера увидели хотели может пообщаться скажите еще вот сейчас вот в Москве проблема с парковками вот насколько это актуально в Европе тем более насколько я понимаю вы были на больших машинах в лесу нет там же 20 тысяч человек приехало да вот в целом суммарно на этапе Кубка мира биатлона на этапе конечно проблем нет и на дальнейшем скажем так вот в Руполинге там конечно есть площадка куда есть поставить машину конечно до стадиона придется пройти а непосредственно в Хокфильдсене да то есть были очищены площадки то есть мы всегда находили место вот и всегда могли припарковаться ну мы то все таки были людьми агредитованными и вам проще в офисе я вытряс из организаторов два пропуска на машину нам было проще мы приезжали к самому стадиону что же до болельщиков то да либо паркуешься довольно далеко и идешь пешком либо за год за пару дней приезжаешь а все равно так или иначе последний километр полтора до стадиона либо на так называемом шаттле либо пешочком но это приятная прогулка я же верю хотел для радиослушателей на будущее значит если вы путешествуете с багажником желательно знать конечно размеры своего автомобиля высоты потому что в Европе очень много подземных парковок и как правило ну не все рассчитаны на автомобили с такими багажниками собственно я бы спросила о парковках то в Европе опять же нельзя ответить общо в каких-то там австрийских лесах и так далее да упаркуйся а вот в Вене найти парковочное место для машины которая с багажником высоту простирается на 2 метра 20 сантиметров практически невозможно только уличные места вот они-то как раз все до единого максимальная высота до подземных парковок 2,10 была единственное что нам повезло в гостинице там парковались автобусы мы без проблем заехали а деньги это все денежки или как бы или что это бесплатная история на парковку в Европе конечно тратишь огромные суммы и те кто едут в Европу на машине должны закладывать эту статью в бюджет здорово спасибо большое за информацию это важный момент парков конечно мы тут все к этому уже привыкли а в Европе оказывается тоже есть нюансы которые необходимо знать история про поездку на Субару Форестер Аутбек на этап Кубка Мира биатлонный Декабрьский у нас сегодня в эфире Виктор Иванов и Денис Косинов общаемся на эту тему ваши вопросы нашим гостям можете присылать ватсап вайбер смс портал вконтакте можете даже позвонить если вам прям не имется и вопрос задать Виктору или Денису поговорим о том как возвращалась наша доблестная бригада оттуда уже после небольшого блока коммерческой информации реклама наступающий год год собаки поэтому в Эльдорадо что? правильно цены не кусаются большая распродажа в Эльдорадо PlayStation 4 с тремя играми в комплекте всего за 19999 рублей Эльдорадо качество по лучшей цене информацию об организаторе акции правилах и сроках проведения уточните у продавцов в магазинах ООО Эльдорадо опасный момент 10-дневные праздники прямо по курсу спорт.фм с новым годом новогодние эфиры главные развлекательные информационные шоу спортивной страны 100% утро с вами наши гости компания Subaru Виктор Иванов глава департамента по работе с дилерами компании и ведущий программы спорный момент Денис Косинов биатлон этап Кубка Мира по этому виду спорта в декабре прошел в Австрии в Хохфильцине замечательное настроение после поездки у наших гостей вопрос к Виктору к Денису тоже машина Subaru вот если до поездки и сейчас вы всем довольны все так как и планировали все так сработало были ли какие-то может быть не дай бог неурядицы нет абсолютно машины сработали идеально причем всевозможные погодные условия мы проверили когда были в Хохфильцине первый день спускались как раз был снегопад серпантин заснеженные трассы автомобиль прекрасно себя вел держал устойчиво кстати мы вот наблюдали очень много машин вылетело с трассы именно там да именно там по горному серпантину их доставали кранами вот так что Subaru это достойно у меня на пассажирском сидении вообще все было идеально изначально изначально на это закладывался автомобиль действительно очень комфортный как для водителей так и для пассажиров достаточно места просторной машины вы изначально то есть какие-то тревоги по поводу чего-то были вот как бы вот там вот на серпантине или что там с климат-контролем кондиционер кондиционер нет никаких страхов не было единственное что конечно полноприводным автомобилем надо немножечко уметь управлять то есть это входы в поворот то есть отормаживаться до поворота то есть мастерство вождения немножко да конечно да имеет значение да а были споры по поводу температуры нет а кто был за рулем кстати вот вопрос все время кто ехал у нас все ребята попробовали за руль Бреговский замечательный совершенно верно экипаж Форестер это Иванов Бреговский в равных пропорциях ребята сменялись отдыхали а штурман кто тогда получается то есть кто-то ведет кто-то по карте да работает да у нас Руслан был штурманом навигатор опять же ну ребятам было проще они ехали вторым номером первым двигался отбэк с пилотом штурманом в одном лице Русланом Бехморзоевым а он из тех людей которые за рулем не устают а от этого руля по-моему только заряжаются то есть мои неоднократные напоминания о том что я тоже умею водить автомобиль и у меня есть качественный непросроченный экземпляр удостоверения они никакого впечатления на него не производили просто кинжал доставался и показался но Денис оторвался когда мы опять-таки в Чехии ездили рекорд транса он поставил 180 км в час когда Руслан нефильтрованно использовал совершенно верно а вы машинами менялись? можно было меняться но мы как вот стартовали так и оставались наш экипаж был в Форестере Денис с Русланом были как раз в аутбеке просто может кому-то хотелось и то и то попробовать ну ладно не можно было а вот касательно дискуссии о температуре в салоне вот это да вот это порой вызывало споры потому что то ли этот сибиряк маньяк вождения слишком холодоустойчив но я периодически просил все-таки прибавить температурки игра такая была холодно горячо жарко а можно ведь наверняка в машине что например с левой стороны там 23 поставить а справа или наоборот конечно в каждой машине двухзонный климат-контроль то есть можно регулировать было температуру кому-то сделать попрохладнее кому-то потеплее вот все места с подогревом главное капромис найти да но не трехзонный поэтому я сзади регулировал температуру тела в основном с помощью одежды и термоса с чаем вы в обратный путь когда отправились опять же хотелось побыстрее или что-то посмотреть какие-то планы тоже были ну планов не было но вот благодаря Денису это же была другая дорога да уже да это дорога домой нет по местам которые посмотрели это была другая трасса да совершенно верно мы не повторялись через Вену да история была ну собственно что в Чехии что в Польше мы остановки делали спонтанно сразу после границы Австрии с Чехией увидели городок с чудесным названием Микулов и мне приглянулся замок на холме говорю ребят ну нам все равно останавливаться где-то поесть и так далее хватит жрать бутерброды на заправках да поедемте как люди в маленьком европейском городке погуляем и поедим и это было очень симпатично как раз там на та самая усыпальница Сигизмунда о которой Александр уже заговаривал мечтает до сих пор смотреть ну это же один из наиболее выдающихся правителей в истории Чехии второй Сигизмунд а не просто так не первый какой-то там а второй первый был так себе второй уже улучшенная версия слушайте я смотрю судя по вашим отчетам в соцсетях вы с собой брали кучу всего тюбинги теплые брендовые шарфы наклейки коллекционные костеры что это такое вообще не знаю даже флаги вы это все раздавали значки куда это все дели ну какой вопрос острый у Александра сейчас да все ли реализовали там да привезли если ты успокоишься о сохранности имущества станции то докладываю все подотчетно подотчетно болельщикам там да где-то на ну например Леша Золин один из ведущих нашей станции в частности программы топ спорт по вечерам в будни очень просил привезти ему какой-нибудь сувенир из города Злин поскольку по его подсчетам в названии Злин 80% его фамилии от Золин да мы обегали весь Злин благо это не заняло много времени и констатировали что магазинов сувенирный продукт попросту нет а уже пора было ехать на футбол в соседний Аламоутс и там заслышав русскую речь среагировав на нее причем самым благожелательным образом к ребятам обратилась жена тренера Фастова мол как здорово она все-таки женщина в летах в школе в обязательном порядке как все тогда изучала русский язык в результате махнулись с ней шарфиками мы фирменный спортэфамовский она злиновский и вот он теперь у Леши отлично круто еще один вопрос видимо тоже собираются парни девчонки в Европу где все-таки бензин самый дорогой цены разнятся по странам да конечно когда поедут по России цены скажем так знакомые а дальше желательно перед уже польской границей где-то в Беларуси заправиться до полного бака потому что дешевле или качество потому что дешевле а качество качество тоже белорусского топлива хорошее качество вот мы по крайней мере на всех кушать с удовольствием да да 95 опять же по поводу дневников и ваших текстов связанных с приключениями всевозможными историями биатлонными возвращение назад это опять же та же самая граница получается да там какие-то были тоже сложности я это читаю пополам с горем преодолели польско-белорусскую границу когда ехали обратно это вопрос согласованности действий коллектива большой багажник прихваченный Витей размещался на крыше аутбека и поскольку всевозможных подарков сувениров и так далее было хватало вывозилось много то весь этот самый верхний багажник был просто завален разнокалиберными разномастными пакетами кроме того были приобретены и напитки те самые которые не чай да в дьюти фри да и опять же мы не договорились друг с другом у кого что и в результате получилось так что впереди аутбек битком забитый верхний багажник задний багажник пакеты пакетики пакетища чемоданы два дня растамож куда только нужно а сзади едет форестер с эдакими эстетами у которых в багажнике два аккуратненьких чемоданчика и типа все и курагриль вот они-то проскочили ну ура нас останавливают белорусский таможенник спрашивает сколько у вас алкоголя руслан говорит две бутылки открываем багажник там пакет с двумя бутылками но другими таможенник спрашивает они руслан с опозданием может быть в десятую долю секунды говорит да и этой паузы таможеннику хватает для того чтобы заподозрить неладное и наш аутбэк загоняют в бокс дальше мы на 6-7 столах выкладываем всю эту груду барахла следующий вопрос лекарства покупали говорим да нет ну что вы какие лекарства первое что открыл таможенник был чемоданчик нашего шеф-редактора нашего сайта Сережа Бреговского первое что он оттуда достал это пакетик с лекарствами замечу ничего Бреговский Сергей ничего запрещенного алкоголь все равно далеко еще до пределов нормы лекарства все просто обычные ничего не содержащие то есть мы выглядели контрабандистами которые ничего запрещенного не везут но зачем-то врут листьев коки даже не было в этот раз странно на Сергея не похоже к чему спрашивают какой совет для людей которые пересекают границы и вообще европейскую часть нашей планеты Земля пытаются изучить что нужно делать то есть меньше подарков почитать на самом деле и внимательно хотят между собой согласовать что вы везете ну как минимум если в одной машине это ничего страшного если на разных машинах чтобы желательно как бы твой багаж был именно на том борту на котором ты едешь да и спокойно не тушеваться не нервничать не переживать отвечать на вопросы будем подытоживать наш разговор резюмировать впечатление эмоций самый позитивный какой-то вот главный случай момент эпизод из поездки и пожелания для тех кто собирается в Европу в ближайшее время от Виктора и от Дениса я что называется эстетствовать сейчас буду но всем тем кто намеревается путешествовать по Европе я рекомендую не то чтобы миновать но не сосредотачиваться на крупных городах все таки столичные мегаполисы на мой вкус тяжелы для комфортного что называется осмотра на бегу в процессе путешествия заезжайте в маленькие городки городишки там хорошо там действительно хорошо вот например городок Сент-Йохан совсем неподалеку от Хохвильсона подарил нас ярмаркой рождественской где совершенно ангельскими голосами местный любительский музыкальный коллектив спел Аллилую мы там и вкусного галентвейна попили и терольских колокольчиков приобрели и терольской шляпой прочувствовали в общем всю эту атмосферу чем меньше населенный пункт тем душевней Виктор и от вас ждем реплики если уж поедете в Европу то на Субару правильно? однозначно однозначно только Субару только полный привод спасибо ребята это было здорово прям да вот есть ощущение конечно легкой но белой зависти к вам молодцы что вернулись было интересно еще раз на сайте можете всю эту историю изучить Денис и фотографии выкладывал интервью есть со звездами биатлона Виктор Иванов глава департамента по работе с дилерами компании Субару ведущий программы спорный момент Денис Косинов были в гостях у Спорт ФМ у 100% утра и нас рождественским декабрьским настроением впечатлили вернемся завтра спасибо всем партнер проекта ООО Субару Мотор звезда биатлона заснеженные горы Австрии лучшие биатлонисты мира команда Спорт ФМ и Субару отправляются болеть за наших комфортный динамичный инновационный с уникальным полным приводом Субару Аутбек едет покорять зимние трассы Субару Аутбек создан инженерами Спорт ФМ будь первым встречай Новый год с Петропавловском Камчатским С Новым Годом Спорт сегодня Хороший зимний праздник глубокого снега предлагаем отмечать всем у кого в городах и поселках этот самый снег есть у нас же точно есть анонс спортивных событий с вами Дмитрий Дерунец сегодня стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд традиционно важнейшее и зрелищное событие начинающееся в старом году и финиширующее в новом турнир проходит в Баффало сборная России в группе Б первый матч команда Валерия Брагина начнет в 20.00 по московскому времени соперник команда Чехии следим за ходом игры вместе с ведущими шоу спорный момент также в нашей группе сегодня сыграют белорусы и шведы три матча сегодня в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги московский Спартак продолжает путешествие по Дальнему Востоку и намерен сегодня одержать победу во Владивостоке где загрустил адмирал Северсталь перебралась в Хабаровск там Амур бьется за плей-офф два зарубежных клуба Йокерит и Слован сыграют в Хельсинки сегодня же стартует традиционный хоккейный кубок Шпенглера российские клубы в этом году не позвали КХЛ представляет Динамо Рига Динамовцы первой встречи сыграют со сборной Швейцарии любимая забава англичан боксинг-дэй именно сегодня на следующий день после Рождества все на футбол в премьер-лиге во вторник восемь матчей начнется все в Лондоне где на Уэмбли Тоттенхэм примет Саутгемптон важнейшая битва внизу турнирной таблицы Бормут Вестхэм Манчестер Юнайтед после двух грустных результатов на выезде в Бристоле и Лестере надо дома обыгрывать упрямый Бёрнли сам Лестер гостит в Уотфорде Эвертон набрал неплохую форму и отправляется на выезд в Эсбромвич Хаддерсфилд против Стоук-Сити Челси должен набирать три очка дома с Брайтоном Ливерпуль не имеет права на осечку на Энфилд приехал аутсайдер Суанси также сегодня первый четверть финала розыгрыша Кубка Италии Лацо принимает Феррентину важнейший день для баскетбольного Зенита сегодня результат гостевой игры с турецким клубом Тафаш определит быть или не быть петербуржцем в следующей стадии Кубка Европы в другой группе Уникс уже обеспечивший себе выход из группы на выезде сразится с итальянским Торино за всеми результатами следим вместе на волнах Спорт.фм Все спортивные события слушайте на Спорт.фм сегодня Спорт.фм Новости Страна Мир Спорт Всем привет я Алексей Гудин в Москве 11 ровно Вы слушайте Спорт.фм В студии Мария Деева Здравствуйте коротко о главном